Почему, собственно, богатые люди стремятся к достижению этих эгрегоров? Поэтому я всегда за то, чтобы человек потихонечку повышал уровень своей нормы. То есть, ой, эти бренды, вот вообще как можно покупать такие дорогие вещи? Это глупость, это вообще отвратительно. Опять же, это лишь инструмент, который мы используем в достижении цели. Это не является самоцелью. Все в нашей жизни является энергией. И дополнительный источник энергии мы с вами можем получать от брендов. В какой-то момент у вас может появиться какой-то брендовый подарок, совершенно случайно. Кто-то считает бренды пустой тратой денег, а кто-то мечтает обрести их. На самом деле, бренды – это не только про социальный статус, это еще и про энергию. Поэтому в этом видео я предлагаю разобраться, как же работают бренды и для чего они нам нужны. Меня зовут Роберт Аксутиан, я бизнес-эзотерик и психолог. Все мы живем в одном мире, но по факту в разных реальностях. На самом деле, существуют прослойки реальности, и они у нас в материальном плане оцениваются как некий социальный статус, социальное положение. И то, чем мы окружаем свою жизнь, как правило, показывает, на каком уровне мы с вами находимся. И если у нас есть с вами ценность и желание, стремление вперед, достижение финансовых побед и так далее, то, как правило, мы стремимся к тому, чтобы подниматься по этой социальной лестнице вверх. Не случайно говорят, нас встречают по одежке и провожают по уму. На самом деле, то, как мы с вами выглядим, то, чем мы окружаем свою жизнь, зависит то, в каких прослойках реальности мы с вами существуем, как правило. Потому как, опять же, проявление определенного достатка – это показатель того, где ты устаканился, в каком уровне ты устаканился. Поэтому, если вы финансово обеспеченный человек, то, как правило, вы одеваете на себя определенную одежду, покупаете определенную машину, у вас определенный телефон, ювелирные украшения и все в этом духе. Но за этим стоит нечто более интересное, помимо социального статуса и показателей, что вы богаты, успешны или чего-то добились в этой жизни. Все в нашей жизни является энергией. И дополнительный источник энергии мы с вами можем получать от брендов. Ведь бренды – это своего рода эгрегоры, поэтому я хочу немного ввести вас в понятие эгрегоров, чтобы вы понимали дальнейшее. Эгрегоры – это энергоинформационные структуры, которые объединяют людей с одной целью, задачей, любой мыслью. Поэтому эгрегоры – это большие структуры энергии, которые дают человеку определенный посыл ресурса и забирают у него тоже взамен. Потому как вы, условно говоря, платите деньги в этот эгрегор тем, что покупаете, он дает вам энергию своего статуса и положения. Почему эгрегоры мощные? У всех больших структур и компаний мощные большие эгрегоры, потому что за ними стоят огромные команды и тысячи, тысячи, тысячи последователей, которые за этим эгрегором идут. И вопрос в том, какого качества и частоты и уровня статуса эти последователи у этого эгрегора. От этого и зависит то, как эгрегор вибрирует, на каком уровне частоты. Поэтому, собственно, эта частота будет передана вам, когда вы с этим эгрегором начинаете взаимодействовать. Да, взаимодействовать с ним можно по-разному. Можно покупать брендовую вещь, можно изучать историю основания брендов, как это все устроено, откуда что вытекает. Потому как, с одной стороны, это раскрывает у вас еще большую картинку, то есть вы начинаете более расширенно воспринимать мир и понимать, как строился бизнес. Плюс у вас возникает с ним соединение, то есть вы начинаете, изучая его, знакомиться с ним, а он это любит. И поэтому он начинает давать вам тоже энергии. И поэтому в какой-то момент у вас может появиться какой-то брендовый подарок совершенно случайно. Я помню такую историю, когда я купил себе свой первый брендовый кошелек. Почему именно кошелек? Потому что для меня кошелек – это именно показатель денежного изобилия своего рода талисман. Я помню, я был в Париже и зашел в бутик Гуччи. И тогда для меня это было очень дорого, я не мог себе это позволить. Но мне очень понравился кошелек, я понял, что я без него отсюда не уйду, потому что именно кошелек – это такой входной билет в денежный эгрегор. Поэтому я купил именно кошелек Гуччи, потому что там была змея, то есть все это символично ассоциировалось со мной. И я взял для себя именно этот предмет, как некий талисман. И таким образом я его закодировал и сделал его своим таким помощником в достижении финансовых успехов в жизни. Ведь на самом деле со временем человек так или иначе желает достигать каких-то более больших финансовых показателей. И это все соединяется вместе с брендовыми вещами, брендовыми машинами и так далее, потому что это все является неким помощником на пути к достижению цели. Помимо социального кластера, где человек видит тебя и понимает, что он, это человек обеспеченный, значит, можно с ним работать, например. Помимо этого существует, опять же, повторюсь, энергетическая завязка, потому что эгрегоры начинают подтягивать тебя вверх. Они начинают давать тебе возможность роста. На самом деле бренды, они есть как маленькие, так и очень большие. Потому что понятно, что есть очень знаменитые бренды, типа Гуччи, Лавиттона, Дольче Габбана и так далее. Но есть бренды маленькие, например, 12 Stories или Massimo Dutti, Zara и все в этом духе, это тоже бренды. Но эти бренды вибрируют на определенной частоте вибрации. И вопрос в том, вы хотите вибрировать на этой частоте вибрации, и этот социальный статус вам подходит? Если нет, то вам необходимо потихонечку повышать этот уровень брендов, которые вы покупаете. Например, я помню, когда-то я думал, как можно купить постельное белье Togas за такие деньги. Я не помню, стоило оно 1050, по-моему, я думал, это так дорого и вообще бессмысленно, это же постельное белье, зачем оно? Но в какой-то момент, когда я тоже дорос до определенного уровня, для меня это стало просто уровнем нормы. Потому что, опять же, это определенный уровень нормы, что ты ешь, где ты ешь, в чем ты одет, что ты носишь из ювелирки, какие у тебя часы, какая у тебя машина. Это все в определенный момент начинает складываться как пазлинка. И в итоге у тебя формируется некая картина, картина социального твоего положения, энергетического. Потому что это такой помощник с двух сторон. С одной стороны социальный помощник, с другой стороны энергетический помощник. Я к этому отношусь именно с двух сторон. Я считаю, что это способ тебе быстро подняться, потому что брендовые вещи, брендовые там все определенные вещи, они помогают тебе социально укрепиться в той прослойке общества, в которой ты хочешь укрепиться. И плюс энергетический эгрегор начинает тебя подтягивать вверх. Поэтому я всегда за то, чтобы человек потихонечку повышал уровень своей нормы. То есть, если человек одевается в Zara, то начинается одеваться в Massimo Dutti, потому что это бренд чуть повыше класса. И, кстати, очень качественный, прошу заметить. Так как в России сейчас, к сожалению, этих брендов нет, но существует масса других классных брендов, которые можно найти в огромном количестве в Москве, да и даже если кто-то там путешествует, то может купить в другом месте, в любом случае. В Москве тоже есть масса классных брендов, которые можно приобрести чуть выше класса. То есть, не покупать какие-то совсем дешевые вещи, потому что они вибрируют на определенных частотах. Потому как, опять же, я соотношу это к тому, что все имеет некую вибрацию, абсолютно все в этой жизни. И эта вибрация исходит от того эгрегора, который имеет силу. То есть, вот этот эгрегор, в зависимости от его уровня, его статуса, его положения, если его одевают сотни тысяч богатых людей, соответственно, он начинает вибрировать на их частоте. И вот эта частота потом передается тебе, когда ты одеваешь эту вещь. То есть, она тебя просто повышает вибрационно на уровень выше. И это является неким помощником в достижении твоих целей. Поэтому я думаю, что вы многие заметили, что кто-то презирает бренды, кто-то их обожает, кто-то использует бренды для понтов, кто-то в какой-то момент понимает, что он может себе позволить все абсолютно, все что угодно, но ему это уже становится неинтересно. Я сейчас расскажу, как эта классификация вообще выглядит. Итак, таблицы восприятия вообще брендов как таковых. Мы все через нее проходили, я в том числе. Сначала возникает незнание. Ты просто не знаешь о существовании брендов. Я помню, когда я жил талет, я вообще не знал, что такое бренды. Я не знал, что такое Gucci, Dolce. Я вообще никогда о них, мне кажется, даже и не слышал. А может и слышал, но это что-то такое далекое, из другой планеты. Потом возникает презрение. Я тоже через нее проходил. Я думал, хм, ой, эти бренды, вот вообще как можно покупать такие дорогие вещи? Это глупость, это вообще отвратительно. Потом следующий шаг – это понты. То есть человек покупает себе бренды, чтобы показать, что я такой дорогой, богатый, статусный. Поэтому люди там покупают себе Dolce & Gabbana, там, я не знаю, носят ювелирку какую-то дорогую, чтобы показать, что вот я могу. Хотя на этом уровне, как правило, человек не может себе позволить бренды, но покупает их, чтобы показать всем и вся, что я типа могу. Это не совсем тоже хороший уровень. Следующий уровень – это инструмент влияния. Когда бренды уже для тебя являются инструментом управления реальностью. То есть ты их одеваешь для того, чтобы быть своим среди определенного круга людей. И плюс используешь их как некий помощник к достижению целей. То есть, ну, как бы закидываешь удочку в их эгрегор. То есть уже используется энергетическая точка зрения. Когда ты переходишь на следующую ступеньку, тебе уже, как правило, не нужны бренды, и у тебя снова возникает презрение. Я, кстати, сейчас именно в этой позиции. Я снова смотрю на бренды и думаю, да, в принципе, зачем мне оно надо? Я уже не хочу эти логотипы, которые слишком яркие, уже как-то и мне это уже неинтересно стало. Это момент, когда ты финансово возрастаешь до этого уровня. И последний, самый верхний – это когда они для тебя уже не существуют, где тебе уже, в принципе, все равно. То есть, например, Биллу Гейтсу абсолютно все равно, какая у него будет вещь, и ему не нужно писать на вещах, что это какая-то брендовая вещь. Потому что для него он уже Билл Гейтс, он уже Грегор, он уже структура такая, что ему это, в принципе, не нужно. То есть, это уровень тех людей, которым уже нет в этом необходимости. Они уже все прошли, им это сейчас не необходимо. Поэтому бренды – это лишь инструмент, который позволяет человеку расти, так или иначе, в каком-то моменте нашей жизни. Но здесь важно понимать, что нельзя брать бренды в кредит, что купить себе какую-нибудь брендовую сумку прямо на последние деньги, что купить ее для себя – это абсолютно неправильно. Это должно все равно исходить из того, что могу себе позволить уровень выше – купила. Если вы можете, вы можете начать потихонечку что-то там покупать. Если вы уже давно на заре, и вам нормально, то вы можете уже начать позволить себе бренд повыше. И так потихонечку мы потихонечку поднимаемся выше. Не так, что вы разом из зары превращаетесь в Дольче Габбана, потому что, во-первых, это очень будет дорого, во-вторых, это не совсем корректно, это не сделает вас разбогатыми. То есть, это инструмент, который используется постепенно, наращивая темп. Вы постепенно наращиваете темп, постепенно делаете свою жизнь более высокого уровня, более финансово, так скажем, более проявленного уровня. Опять же, это лишь инструмент, который мы используем в достижении цели. Это не является самоцелью. Хотя для некоторых людей бренды являются некой самоцелью. И я тоже через это когда-то проходил, когда я просто хотел бренды для того, чтобы понтоваться, условно говоря, потому что у меня есть дорогие часы. Если сейчас для меня это уже просто часы и часы, ну как бы просто вот как бы они есть и есть. Но ты к этому приходишь со временем. И когда мне говорили, Роберт, ты скоро этим всем наешься, ты скоро все уже поймешь, что тебе станет скучно, уже тебе не захочется больше этого. Я говорил, да я нет, я буду хотеть их долго. И реально прошло несколько лет, и теперь мне уже и не так уже и хочется, мне уже в принципе все равно. И сейчас уже не важно, чтобы было где-то написано ярко. Сейчас вещь важна с точки зрения, что она высокого качества, она классная, она хорошо сидит, она классно смотрится. И не важно, что на ней не написано, она везде и повсюду, что она супер брендовая, очень дорогая. Это уже не является целью. Опять же, повторюсь, бренды – это не только про одежду. Это предметы интерьера, это про посуду, это про вашу машину, это про ювелирку, это про много чего, что в вашей жизни вас окружает. Как-то одна моя подруга сказала, Роберт, у меня все в доме брендовое. Мне говорят, это уже неинтересно. То есть для меня это уже как бы просто нормально, это просто норма уровня жизни, когда человек уже вряд ли пойдет в определенный магазин, он уже пойдет в тот магазин, который ему привычен, и просто ему является уровнем нормы его для него. Поэтому, опять же, рост происходит со временем, так или иначе у каждого человека. Но не все привязаны к данным структурам, не все используют бренды как инструмент достижения целей. Кто-то их просто не любит, как я уже повторил, и остается на втором уровне, когда они их презирают и говорят, что нет, неинтересно, это мне не нужно. Такие тоже бывают, и это тоже нормально. Еще расскажу вам один интересный пример про Романа Абрамовича. Он носит часы свотч. И как-то его сотрудник увидел, что он носит данные часы, и решил, что ему тоже нужно купить такие же. И как-то на совещание он пришел в этих часах свотч, и Абрамович так посмотрел на него и говорит, а тебе не рано ли такие часы-то носить? Возник вопрос, а почему не рано? Там, ну, как бы они же дешевые. Но фишка именно в том, что когда Абрамович достиг уже своего уровня, ему уже, в принципе, все равно, что носить, потому что он олигарх, то есть ему это уже не важно. А этому мальчику еще важно, потому что ему еще нужно дорасти до уровня, когда он может себе позволить не акцентировать свое внимание на брендовых вещах, или одежде, или часах, и все в этом духе. Потому что часы для мужчин – это показатель твоего социального статуса, твоего положения. Ну, конечно, когда достигаешь определенных уровней, там уже этот показатель не важен. Еще очень интересный момент, как можно взаимодействовать с силой эгрегоров. На самом деле, достаточно сначала хотя бы читать о них, изучать их историю, как формировались бренды, потому что за каждым брендом стоит огромная история, мощная история, команда, огромные команды, которые формируют вот этот эгрегор, вот эту силу. Почему, собственно, богатые люди стремятся к достижению этих эгрегоров? Потому что за этим стоит гигантская мощь, гигантская энергия. И люди, когда даже читают истории брендов, они много чего могут понять, как они построили бизнес, как они это все начинали. И это делает некую такую духовную завязочку с эгрегором этого бренда. И вы таким образом как бы начинаете с ним соприкасаться. Поэтому элементарно даже читать, узнавать истории брендов, как они формировались, даже просто гулять по магазинам – это тоже потихонечку соединяет вас с этим эгрегором и ведет вас повыше. Кстати, я как-то приходил покупать сумку Louis Vuitton для моей подруги Кати. И мы, когда выбирали сумку, услышали, как девочка рассказывает продавцу. Она говорит, я, говорит, читала про бренд Louis Vuitton очень много, долго, и вот это моя первая покупка. Мы так с Катей переглянулись, потому что на нашем денежном мышлении было такое задание. Мы так переглянулись, как им, типа, прикольно, интересно, где она это узнала. Может быть, даже у нас училась, вполне вероятно, но не суть. Суть в том, что человек долго об этом читал, слушал, и потом она говорит, что у меня так сложилось, что мне сделали подарок, сказали, вот, купи себе там что-то там из этого бренда. И она купила себе такой маленький кошелечек. И это так было интересно, так было мило, потому как это прямо затронуло где-то до глубины, потому что это был интересный такой посыл. Так или иначе, человек постепенно может в этом расти. Но это лишь инструмент, повторюсь, это инструмент вашего роста. Это не панацея от всех болезней. Это лишь инструмент достижению цели. И он может быть использован вами, может не использован быть. Инструментов много, помним об этом. Но этот инструмент конкретно я в своей практике использовал всегда и буду использовать и дальше. А в завершении предлагаю вам изучить какую-нибудь историю бренда, которая вам нравится и хотелось бы. Почитайте, как устроен этот бренд, как все это сложилось, получилось, из чего все вытекло. И, вероятно, в какой-то момент вы можете получить некий интересный посыл от этого эгрегора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся с вами в следующем видео.